Итак, в начальном статусе я реализую выбор руководителя, такую техническую часть, а дальше мы будем переходить в другой наш статус, где уже будет действие руководителя по согласованию бизнес-процесса. Чтобы не создавать вручную, я использую небольшой лайфхак. В созданном нами ранее бизнес-процессе я использую специальное действие, блок действий. Оно мне позволит сохранить все эти действия, настроенные здесь, и перенести их в любой другой бизнес-процесс. Вот так все-все действия оказались как бы в одном блоке. Я могу их даже здесь свернуть. И перетащим его в блок «Мои действия». Вот наш простой БП, я смогу его отсюда достать в другом бизнес-процессе. Сохранили наш бизнес-процесс со статусами, обновили страничку. Теперь здесь этот блок нам доступен. Смотрите, наш простой БП. Я его разверну и достану из него все, что нужно именно для этого статуса, чтобы не забивать вручную. Это наш статус первый, начальный. Здесь, как мы уже обсудили, буду использовать только технические вещи. По большому счету это определение того, кто будет согласовывать, руководителя. Ну и, наверное, все. Остальное здесь можно удалить. Давайте проверим настройки действий. У нас есть определение утверждающего. Мы используем резервную константу, и она использует тот же самый код, поэтому даже не нужно заново здесь ее указывать. Для пользователя тут та же самая переменная от документа. Здесь все окей, мы ничего не меняем. Запись в отчет. А вот здесь, смотрите, мы использовали переменную результата действия. И здесь она, видно, будет другая, потому что мы переехали в другой бизнес-процесс. И давайте посмотрим еще дальше. Установка перемены. Также мы использовали переменную, которая возит одного действия, поэтому здесь тоже нужно будет обновить. Здесь у нас аналогично все. CreateB остаётся. Установка прав. Здесь у нас были, в принципе, идентификаторы, поэтому здесь ничего менять не нужно. Но мы еще вернемся к установке прав отдельно, поговорим. И изменение документа статуса на согласование. Здесь все остаётся так же. Что мы сделаем? Во-первых, я перемещу изменение переменных выше, чтобы два раза не менять данные. Во-вторых, смотрите, я снова просто выберу здесь. Здесь будет немножко другой идентификатор. Но суть та же самая. Это просто действие нам вернуло значение. Сохраним. Мы сохранили переменную того, кого определили на этапе выше. А в отчёт уже запишем из переменной. Того, кого мы определили как руководителя. Сохраним. В общем-то, первый статус окей. Мы сделали. Теперь появляется та самая штука, которой у нас ранее не было. Переход в статус. В разделе конструкции, когда мы работаем с бизнес-процессом со статусом, появляется вот такое действие. Оно нам и позволяет, пусть только вот этот вот у нас процесс выполнился, перейти в любой другой статус. То есть запустить любую другую часть нашего большого бизнес-процесса. Что очень-очень удобно. И мы выбираем утверждение руководителя на следующий этап по логике нашего процесса. Обратите внимание на галочку «Прерывайте в исполнении текущего статуса». Довольно-таки значимый элемент. Мы определяем, нужно ли нам вообще идти далее. Или мы прямо сейчас переходим в другой статус. Давайте вернемся к настройке всех статусов и посмотрим, на что у нас теперь похож бизнес-процесс. Смотрите, система нам даже визуализировала линии, что у нас после того, как наш вход в статус, этот процессик, завершится, то мы переходим в статус утверждения руководителя. Это очень классно, потому что мы наглядно видим схему здесь бизнес-процесса. Давайте здесь мы добавим вход в статус.